Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной За дверью оказался коридор, который привел нас к лестнице, а та, в свою очередь, привела нас в другой коридор и к другой двери, которая открылась в комнату, залитую дневным светом и от пола до потолка, забитую одеждой. Одежда висела на вешалках, лежала на полках и в шкафах. Еще тут стояли две ширмы, спрятавшие за которые можно было переодеться, несколько больших зеркал и рабочий стол со швейными машинами. Рядом с машинами лежали мотки сырой пряжи. Это помещение представляло собой наполовину бутик, наполовину швейную мастерскую. Кроме того, это был настоящий рай для Гурация. «Я попал на небо», — пропел он, озираясь по сторонам. Мелина угрюма стояла в углу, ни с кем не разговаривая. «Что это?» — изумился я. «Это комната для переодевания», — отозвался Миллард. «Ее назначение — помочь заезжим странным людям не выделяться среди нормальных обитателей этой петли». Он кивнул на стену, где висела рамочка с иллюстрациями, показывающими, как носили одежду того периода. «Ну что ж, в чужой монастырь со своим уставом не ходят», — заметил Гураций, подскакивая к вешалке с одеждой. Эмма попросила всех переодеться. Новая одежда должна была не только помочь нам затеряться в толпе. Она также могла сбиться следа охотящихся на нас тварей. «Но наденьте под эту одежду свои свитера», — напомнила она нам. «Кто знает, в какую еще переделку мы можем угодить». Бронвин и Оливия выбрали платье простого покроя и скрылись за ширмой. Я сменил свои выпучканные пеплом и пропотевшие брюки и пиджак на относительно чистый, хотя и разрозненный костюм. Он так сковывал движение, что я тут же задался вопросом, сколько столетий люди постоянно носили такую неудобную и официальную одежду. Миллард тоже надел костюм и уселся перед зеркалом. «Ну, как я выгляжу?» — поинтересовался он. «Как невидимый юноша в одежде», — отозвался Гураций. Миллард вздохнул, еще немного посидел перед зеркалом, затем разлился и снова исчез. Осмотрев одежду, Гураций приуныл. «Тут нечего выбрать», — пожаловался он. «Если удается найти какую-нибудь вещь, которую не побила моль, она обязательно залатана, совершенно не подходящая по цвету тканью. Мне надоело выглядеть, как беспризорник». «Беспризорники не привлекают ничего внимания», — отозвалась Эмма. А вот маленькие джентльмены в цилиндрах бросаются в глаза. Она вышла из-за ширмы в блестящих красных лодочках с короткими рукавами, едва прикрывающим колени. «Как тебе?» — поинтересовалась она, окружась на месте. Подолплатье взлетел колокольчиком вокруг ее ног. «Она была похожа на Дороти из волшебной страны Оз, только гораздо красивее. Я не знал, как сообщить ей об этом, поэтому только смущенно улыбнулся и показал поднятый вверх большой палец». Она засмеялась. «Тебе нравится?» С лукавой улыбкой произнесла она. «Я буду чересчур выделяться». Но тут же на ее лице мелькнуло страдальческое выражение, как будто на фоне того, через что нам пришлось пройти и того, что нам еще предстояло, ей стало неловко за собственное веселье и шутки. Досадливо поморщившись, она снова нырнула за ширму. «Меня тоже угнетало все, чему мы стали свидетелями. Все ужасы, которые мы увидели, продолжали нескончаемой вереницей скользить перед моими глазами. Но нельзя же переживать беспрестанно», — хотел крикнуть я ей. «Невозможно усугубить ситуацию смехом, точно так же, как нельзя помочь горе слезами. И смех не означает, что тебе безразлично или что ты о чем-то забыл. Он означает только то, что ты человек. Но этого произнести я тоже не сумел». Когда Эмма снова вышла из-за ширмы, она была одета в похожий на мешок-блузу с разорванными рукавами и узкую юбку до щиколоток. Теперь она гораздо больше походила на нищенку. Впрочем, на ее ногах по-прежнему поблескали красные туфли, от которых Эмма так и не смогла отказаться. «Как насчет этого?» — спросил Гораций, размахивая пышным рыжим париком, обнаруженным в одном из ящиков. «Это поможет затеряться среди нормальных людей?» «Похоже, мы собираемся на ярмарку», — добавил Хью, глядя на стену, на которой висел плакат с соответствующим объявлением. «Секундочку!» — воскликнул Гораций, присоединяясь к Хью у плаката. «Я слышал об этом месте. Это старая туристическая петля». «А что такое туристическая петля?» — спросил я. «Таких петель раньше было много», — пояснил Миллард. «Они были расположены в особенно важных местах и периодах истории и представляли собой нечто вроде Гран-Тура, который когда-то считался неотъемлемой частью образования любого странного человека». «Разумеется, это было много лет назад, когда выезжать за границу все еще было относительно безопасно. Я и не знал, что они до сих пор существуют», — произнеся это он затих, погрузившись в воспоминания о лучших временах. «Завершив переодевание, мы сложили свою одежду из двадцатого века в кучу и вслед за Эммой вышли в другую дверь, которая открывалась в узкий переулок, заваленный мусором и пустыми ящиками. Я узнал доносившиеся издалека характерные звуки ярмарки, музыка, глухой робот толпы. И, несмотря на валившую меня с ног усталость, я ощутил, как в моей крови закипает волнение. Когда-то на эту ярмарку отовсюду съезжались странные люди. Мои родители ни разу не возили меня даже в Диснейленд. Эмма напомнила основные правила поведения. «Держитесь вместе. Следите за мной, Джекобом, в ожидании сигнала и будьте начеку. Ни с кем не разговаривайте. Как мы узнаем, куда идти?» спросила Оливия. «Нам придется мыслить, как эмбрины», ответила Эмма. «Где бы вы спрятались на месте, мисс Королек?» «Где угодно, только не в Лондоне», произнес Йенух. «Если бы только кое-кто не убил голубя», пробормотала Бронвин с горечью, глядя на мисс Апсан. Директриса стояла на булыжной мостовой и, задрав голову, смотрела на нас, но никто не хотел к ней прикасаться. Впрочем, мы должны были ее спрятать, поэтому Гораций вернулся в маскировочную комнату и нашел там холщевую сумку. Мисс Апсан это восторг не привело, но когда стало ясно, что никто не хочет брать ее на руки, а меньше всех Бронвин, у которой ее поступок вызвал неописуемое возмущение, она забралась в мешок и позволила Горацию завязать его кожаным шнурком. Мы пошли на пьяный шум ярмарки, пробираясь по лабиринту тесных улочек, где прямо с повозок торговали вольщами, зерном в пыльных мешках и крольчатиной. Дети и тощие коты голодными глазами смотрели на еду, а женщины с гордыми грязными лицами чистили картошку, сидя на обочине, и перед ними стремительно вырастали маленькие холмики кожуры. Хотя мы изо всех сил старались проскользнуть мимо незамеченными, мне показалось, что в нашу сторону оборачивались все без исключения. Торговцы, дети, женщины, коты, хе-хе, и мертвые кролики с молочно-белыми глазами. Даже в своей новой, соответствующей данному времени одежде, я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. Чтобы смешаться с толпой, правильной одежды было недостаточно. Необходимо было еще уметь соответствующим образом себя вести. Я осознал, что и я, и мои друзья различно отличаемся от этих всех людей, с их сутуренными спинами и бегущими глазами. Я решил, что для того, чтобы скрываться так же эффективно, как твари, мне придется оточить свои актерские навыки. А тем временем, ярмарка становилась все более шумной, а ее запахи более резкими. В воздухе смешивались ароматы пережаренного мяса, каленых орехов, конского навоза и дыма костров, невыносимое зловоние, от которого даже глаза слезились. Наконец мы вышли на просторную площадь, где веселье было в разгаре. Люди толпились среди ярко раскрашенных палаток, и от разнообразия и развлечений у меня глаза разбежались. Ярмарка своей шумливо-пестрой массой обрушилась на все мои органы чувств. Тут были акробаты и канатоходцы, метатели ножей, пожиратели огня, и также множество уличных музыкантов с самыми разнообразными инструментами. Лекарь-шарлатан расхваливал свои патентованные лекарства, стоя в открытом дверном проеме грязного фургона. Этот удивительный бальзам укрепляет внутренние органы, преодолеть вредоносные уныния и многое-многое другое. За внимание зрителей с ним боролся владелец соседнего фургона, облаченный во фраг крикливый балаганщик, рядом с которым сидело крупное доисторического вида существо, чья кожа висела на костлявом теле с серыми складками. Мне потребовалось не меньше десяти секунд, прежде чем я мог узнать в этом звере медведя. Его обрили, обредили в женское платье и привязали к стулу. Он беспомощно вращал глазами, а балаганщик ухмылялся и делал вид, что угощает его чаем. «Леди и джентльмены, позвольте представить вам самую прекрасную леди Уэльсу», что заставляла покатываться со смеху собравшуюся перед его фургоном толпу, через которую нам никак не удавалось протолкаться. В голубине души я надеялся, что медведь разорвет свои цепи и сожрет балаганщика у всех на глазах. От всего этого фантастического безумия у меня закружилась голова. И в попытке совладать с накатившейся на меня дурнотой, я сунул руку в карман, чтобы ощупать гладкое стекло своего телефона. На мгновение зажмурив глаза, я прошептал себе под нос. Я путешественник во времени. Это все реально. Я, Джейкоб Портман, путешествую во времени. Этот факт был поразителен сам по себе. Но еще более поразительным было то, что путешествуя во времени, я не повредился умом и не превратился в несущего бессвязную околисицу лунатика. Человеческая психика оказалась более гибкой, чем я себе представлял. Но выяснилось, что психическое сознание способно расшириться, включив в себя разнообразные противоречия и совершенно невозможные явления. Я мысленно поблагодарил за это Всевышнего. «Оливия!» закричала Бронвин. «Живо, иди сюда!» Я поднял голову вовремя, чтобы заметить, как она оттаскивает Оливию от клоуна, который наклонился и заговорил с ней. «Сколько раз я тебе говорила, никогда не разговаривай с нормальными людьми», принялась она отчитывать малышку. «Наша группа была достаточно велика, и держаться вместе нам было весьма сложно, особенно в таком оживленном и переполненном развлечениями месте, специально созданном для того, чтобы кружить голову детям». Бронвин вела себя как воспитательница, зорко следившая за тем, чтобы никто из нас не отстал, засмотревшись на лоток с красочными вертушками или леденцами изженого сахара. Особенно легко отвлекалась Оливия, которая, казалось, постоянно забывала, какой серьезной опасности мы подвергаемся. Держать в руках так много детей Бронвин удавалась только потому, что на самом деле они не были детьми. Внутри каждого из них находился человек гораздо более старшего возраста, который постоянно оспаривал и уравновешивал их детские побуждения. Я был уверен, что с настоящими детьми у нее ничего не вышло бы. Какое-то время мы бесцельно бродили по ярмарке, высматривая женщину, напоминающую мисс Королеку, или пытаясь определить место, где могли бы спрятаться странные люди. Но здесь все, оказалось странным. Вся эта петля с ее странным хаосом являлась превосходной маскировкой для странных людей. Но даже здесь на нас обращали внимание. Все, мимо кого мы проходили, неумолимо поворачивали головы, провожая нас удивленными взглядами. Я почувствовал, что у меня разыгрывается приступ паранойи. Кто из этих людей работал на тварей или сам являлся тварью? Особенно меня настораживал клоун, тот самый, от которого Бронвин оттащила Оливию. Он то и дело встречался нам на пути. Всего за пять минут мы прошли мимо него не меньше пяти раз. Он то околачивался в начале переулка, то выглядывал из окна, то наблюдал за нами из палатки фотографа, где его взлохмаченные волосы и жуткий макияж странным образом контрастировали с букаллическим пейзажем, написанным на задней стене этой палатки. Мне казалось, что я вижу его всюду, куда бы ни упал мой взгляд. Мне не нравится, что мы тут у всех на виду, обратился Акемми, и мы не сможем бродить кургами бесконечно долго. «Эти клоуны...» «Клоуны?» переспросила она. «Как бы там ни было, я с тобой согласна. Просто в этом безумии очень трудно понять, с чего следует начать. Нам следует начать с того, что всегда является самой странной частью любого карнавала», произнес Иенах, втискаваясь между нами. «С балагана». Он показал на высокое аляповатое сооружение на краю площади. «Балаганы, странные люди, неразлучные, как молоко с печеньем или пустоты с тварями. Обычно так и бывает», согласилась с ним Эмма. «Но тварям это тоже отлично известно. Я уверена, что мисс Королёк не удалось бы так долго сохранять свою свободу. Спрячься она в таком очевидном месте». «Хм, у вас есть идеи получше», поинтересовался Иенах. «Такой идеи у нас не было». И мы переключили свое внимание на балаган. Я озирался, пытаясь разыскать глазами ухмыляющегося клоуна, но он растворился в толпе. У цирка, обтрепанный ярмарочный зазывала, кричал в мегафон, суля толпе возможность за ничтоженную оплату взглянуть в самые шокирующие ошибки природы, которые только не запрещают слицезреть законом. Шоу называлось «Конгрессом человеческих отклонений». «Ха, как званные обеды, на которые меня приглашали», заметил Гураций. «Некоторые из этих отклонений могут оказаться странными людьми», заметил Милард. «И в этом случае они могут что-то знать, а мисс Королёк». «Я думаю, что за это стоит заплатить». «Да, но нам нечем платить», произнес Гураций, извлекая из кармана единственную монету, облепленную нитками и пухом. «Ха, когда это мы платили, чтобы пробраться в цирк?» поинтересовался в ответ Енох. Вслед за Енохом мы обошли похоже на настоящую стену фасад балагана и увидели, что он сменяется большим, но шатким тентом. Вы начали искать вход, как вдруг полы палатки распахнулись и из нее вышли хорошо одетый джентльмен и дама. Дама обмахивалась веером, а мужчина рявкнул на нас. «С дороги! Даме необходим свежий воздух!» Мы скользнули внутрь, но нас тут же остановил некрасивый мальчик, который сидел на табурете возле входа, судя по всему, в неком официальном качестве. «Вы артисты?» спросил он. «Если вы не артисты, вход запрещен!» «Разумеется, мы артисты!» с оскорбленным видом произнесла Эмма и для убедительности зажгла крохотный огонек на кончике пальца, после чего затушила его о собственный глаз. Похоже, на мальчика это не произвело никакого впечатления, и все же он пожал плечами. «Ну, раз так, проходите!» Мы зашаркали по коридору, часто моргая, потому что глазам было трудно приспособиться к темноте. Балаган представлял собой лабиринт брезентовых коридоров с невероятно низким потолком. Единственный освещенный факелами коридор вел куда-то вглубь, делая резкие повороты через каждые 20-30 футов. При этом за каждым поворотом нас ожидала новая ошибка природы. Нам навстречу шли зрители. Одни смеялись, другие были бледны и дрожали всем телом. Первые несколько уродов представляли собой стандартный набор любого бродячего цирка. И ничего странного я не заметил ни в иллюстрированном человеке, тело которого сплошь покрывали наколки, ни в бородатой женщине, которая самодовольно поглаживала свои длинные бакенбарды, ни в человеке булавочной подушечки, пронзающем свое лицо иголками и забивающем гвозди себе в ноздри при помощи молотка. Тем не менее, на меня это все произвело невероятное впечатление. Хотя мои друзья, многие из которых вместе с мисс Сапсан объездили весь Египет в составе бродячего цирка, откровенно скучали. Под плакатом, надпись на котором гласила «Неповторимые люди спички». Мужчина в костюме, сплошь заклеенном спичечными книжками, толкал второго, одежда которого была сходным образом украшена спичками. От этих толчков по груди второго начинали метаться язычки пламени, которые он в притворном ужасе пытался загасить руками. «Ха!» любительщина пробормотала Эмма, направляясь к следующему аттракциону. Странности становились все более странными. Тут была девочка в длинном платье с бахромой, вокруг тела которой обвился гигантский питон, по ее команде начинавший танцевать и извиваться. Эмма признала, что в этом номере действительно присутствует доля странности, поскольку умением заклинать змей обладали только сандрегастии. Но когда Эмма начала расспрашивать ее о мисс Королек, девочка окинула нас уничтожающим взглядом, а ее змея зашипела и показала нам свои клыки, после чего мы тут же заспешили дальше. «Мы тут попросту тратим свое время», вздохнул Енах. «Время мисс Апсан истекает, а мы тут разгуливаем по ярмарке. Почему бы не купить сладости и не повеселиться как следует?» Впрочем, нам осталось увидеть только одного уродца, поэтому мы пошли дальше. Последняя сцена была пуста, не считая самого простого инвентаря, маленького столика, на котором стояла ваза с цветами и афишей, буквально кричавший «Всемирно известный, складывающийся человек». На сцену вышел служащий цирка. В руке у него был чемодан. Он поставил чемодан посреди сцены и ушел. Тут же собралась толпа. Чемодан продолжал одиноко стоять на сцене. «А где же представление?» кричали зрители. «Уродся на сцену!» Чемодан завибрировал. Он дрожал все сильнее, раскачиваясь взад-вперед и, наконец, опрокинулся набок. Заинтригованная публика подалась вперед, не сводя с чемодана глаз. Щелкнули замки, и чемодан начал медленно открываться. Сначала внимательно обшаривая толпу, из него выглянули светлые глаза. Затем крышка приоткрылась чуть шире, позволив разглядеть все лицо. Внутри чемодана находился взрослый мужчина с аккуратно подстриженными усами, в маленьких круглых очках, который каким-то образом умудрился поместиться в чемодане размером не больше моего торса. Толпа разразилась аплодисментами, которые становились все громче по мере того, как уродец раскладывался. Когда он вышел наконец из своего невероятно маленького чемодана, мы увидели, что он очень высокий и тощий, как жертв, потому что казалось, что еще немного, и кости проткнут его кожу. Он напоминал восклицательный знак, но держался с таким достоинством, что смеяться над ним я не смог. С мрачным видом он оглядел улюлюкающую толпу, прежде чем отвисеть ей глубокий поклон. Затем человек некоторое время демонстрировал гибкость своих суставов, способных выворачиваться в самых невероятных направлениях. Его колено сгибалось таким образом, что верхняя часть стопы касалась бедра, его бедра тоже складывались и колени касались груди. Наконец, он снова раскланялся под оглушительные аплодисменты, и представление закончилось. Толпа разбрелась, но мы дождались, пока мужчина начнет спускаться со сцены, и подошли к нему. «Вы странный?» напрямик поинтересовалась Эмма. Мужчина остановился и медленно повернулся к ней. «Прошу прощения», произнес он с сильным русским акцентом, окинув ее высокомерным взглядом, в котором сквозило раздражение. «Простите, но нам необходимо срочно разыскать мисс королек», произнесла Эмма. «Мы знаем, что она где-то здесь». «Хе!» отмахнулся от нее мужчина, издав смешок, скорее напоминавший попытку отхаркнуть мокроту. «Это очень важно», взмолился Бронвин. Складывающийся мужчина сложил руки на груди в форме костлявой буквы «Х» и произнес «Я совершенно не знать, о чем вы говорить». С этими словами он спустился со сцены и ушел. «Что дальше?» спросила Бронвин. «Продолжаем искать», ответила Эмма. «А если мы не найдем мисс королек?» спросил Енух. «Мы продолжаем искать», процедила сквозь зубы Эмма. «Все поняли?» «Все все прекрасно поняли. Выбора у нас не было. Если ничего не выйдет, если мисс королек здесь нет, или нам не удастся быстро ее найти, все наши усилия кажутся напрасными, и мисс Сапсан будет потеряна для нас так же, как если бы мы вообще не приезжали в Лондон. Наша компания вышла из балагана тем же путем, которым в него зашла, уныло миновав опустевшие сцены и мальчика вахтера. Оказавшись снаружи, мы остановились, не понимая, как нам быть дальше. Но тут мальчишка вахтер выглянул из палатки и поинтересовался. «Что стряслось?» «Представление пришлось вам не по вкусу?» «Оно было неплохое», отмахнулся я от мальчишки. «А, оно показалось вам недостаточно странным», не унимался он. «Теперь все наше внимание было приковано к нему». «Что ты сказал?» спросила Эмма. «У Эйклинг и Рукери, и Рукери», произнес он, махнув дальний конец площади. «Вот там настоящее представление». С этими словами он подмигнул нам и нырнул обратно в палатку. «Хм, какой загадочный мальчик», прокомментировал Хью. «Он сказал странным», уточнила Бронвин. «А что такое Уэйклинг и Рукери?» спросил я. «Это место», ответил Гурацей, «где-то в этой петле, по всей видимости». «Возможно, это перекресток двух улиц», предположила Эмма. Она немедленно подняла полу шатра, чтобы уточнить у мальчика, что он имел в виду, но тот уже исчез. Поэтому мы снова начали проталкиваться сквозь толпу, направляясь туда, куда показал мальчик. Все наши надежды вдруг оказались связаны с парой улиц, с такими странными названиями, что само их существование вызывало большие сомнения. Всего в нескольких кварталах от площади шум толпы внезапно стих, сменившись промышленным лязгом и грохотом, а запах жареного мяса и конского навоза вытеснила куда худшая вонь, происхождение которой определить было невозможно. Мы пересекли закованную в жолоб реку стигийской слякоти и оказались в районе фабрик, работных домов и целого леса труп из рогающей клубы черного маслянистого дыма. Именно тут мы и обнаружили улицу Уэклинг. Мы шли вдоль нее, высматривая улицу Рукери, пока не уперлись в открытую сточную канаву, которая, по утверждению Йенаха, именовалась рекой Флит. Пришлось развернуться и идти в обратную сторону. Когда мы прошли мимо того места на улице Уэклинг, где вышли на нее, она начала петлять и извиваться, фабрики и работные дома съежились, превратившись в приземистые конторы и безликие здания без вывесок. Казалось, кто-то специально позаботился о том, чтобы сохранить анонимность всех этих построек. Дурное предчувствие, не покидавшее меня уже несколько часов, внезапно обострилось. «Что если это засада? Что если нас специально заслали в эту заброшенную часть города, чтобы разделаться с нами подальше от любопытствующих взглядов его обитателей?» Улица в очередной раз изогнулась, а затем резко выпрямилась. И тут я налетел на Эмму, которая шла впереди, а теперь неожиданно остановилась. «Что случилось?» спросил я. Вместо ответ она просто подняла руку и куда-то указала. Впереди на перекрестке виднелась толпа. Тогда над ярмарочной площадью стояла удушающая липкая жара. Многие же из этих людей кутались в пальто и шарфы. Они собрались вокруг какого-то здания и стояли, глядя на него снизу вверх в немом изумлении, так же, как и мы сейчас. Сама по себе здание не представляло собой ничего особенного. оно было четырехэтажным, причем окна верхних трех этажей были узкими и закругленными, вызывая в памяти старые офисные здания. Вообще-то оно практически ничем не отличалось бы от соседних строений, если бы ни одна крохотная особенность. Оно было полностью покрыто льдом. Ледяная корка покрывала его окна и двери. Со всех выступов и подоконников подобно острым клыкам свисали сосульки. Из открытых дверей вывалились кучи снега, собравшиеся в огромные сугробы на тротуаре. Я подумал, что это здание накрыло метель. Вот только сделала она это. Изнутри я присмотрелся к облепленной снегом табличке с названием улицы. Улица р ноготочья кэри. Я узнаю это место, вмешалась Мелина. Это странные архивы. Тут хранится вся официальная информация о нас. Откуда ты это знаешь? Поинтересовалась Эмма. Мисс Дрозд хотела, чтобы я заняла место второй помощницы Амдусмена. Экзамен очень серьезный, трудный. Я готовилась двадцать один год. Эти архивы так и должны быть покрыты льдом, поинтересовалась Бронвин. Насколько мне известно, нет, покачала головой Мелина. И еще здесь происходит ежегодное заседание Совета Эмбрин, добавил Милард. Совет Эмбрин заседает здесь, удивился Гурацей. Это так скромно с их стороны. Я ожидал увидеть замок или что-нибудь в этом роде. Это здание не должно выделяться, пояснила Мелина. Ты вообще не должен его замечать. Ха, они избрали не самый удачный способ спрятать свои архивы, буркнул Енох. Я уже сказала, что обычно оно не покрыто льдом. Как по-вашему, что здесь произошло, спросил я. Ничего хорошего, откликнулся Милард. Совершенно ничего хорошего. Тот факт, что нам все следовать эту местность. Ни у кого не вызывал сомнений. Однако это не означало, что мы должны врываться в здание с громким ликующим криками. Мы наблюдали за всем происходящим издалека, не смешиваясь с толпой. Люди приходили и уходили. Кто-то подергал за дверную ручку. Дверь примерзла косяку и не поддалась. Толпа немного поредела. Тик-так, тик-так, прошептал Йенух. Мы попусту теряем время. Пробравшись через остатки толпы, мы оказались на обледеневшем тротуаре. От здания сходил такой холод, что нас бросило в дрожь, и мы поспешно сунули руки в карманы. Бронвен изо всех сил налегла на дверь плечом, и таз треском слетела с петель. Впрочем, тут же оказалось, что она ведет коридор. От стены до стены и от пола до потолка забитый льдом. Мутной, голубоватой массой лед уходил вглубь здания. То же самое касалось и окон. Я отер иний со стекла одного из них, затем другого. За каждым я видел только лед. Казалось, этот ледник рождается где-то в сердце здания, и его замороженные языки стремятся проникнуть во вседоступные отверстия и помещения. В попытке проникнуть внутрь мы кружили вокруг дома и тщетно искали дверь или окно, не заблокированные льдом. Подобрав кирпичи и булыжники, мы били по льду, но он был почти сверхъестественно твердым. Даже Бронвин удалось проникнуть внутрь всего на несколько дюймов. Миллард пролистал истории в поисках упоминания об этом здании, но так ничего и не обнаружил. Нам оставалось только идти на риск. Мы окружили Эмму полукругом, заслонив ее чужих взглядов, после чего она разогрела ладони и приложила их к стене льда, заполнивший коридор. Спустя минуту ее руки начали погружаться в лед, а талая вода лужами собралась вокруг наших ног. Но это таяние было мучительно медленным. Спустя пять минут она смогла углубиться только по локти. Ах, с такой скоростью мы в лучшем случае к концу недели дойдем до конца коридора, вздохнула Эмма, извлекая руки изо льда. Как ты думаешь, мисс Королек действительно может находиться внутри? спросила Бронвин. Она должна быть здесь, твердо ответила Эмма. Подобный оптимизм кажется мне непостижимым, подал голос венах. Если мисс Королек где-то здесь, она представляет собой кусок льда. Это стало последней каплей, и Эмма взорвалась. Рок и мрак, разрушение и разорение. Мне кажется, ты был бы счастлив, если бы завтра наступил конец света. Тогда ты смог бы сказать, а я вам говорил. Я нахудивленно моргнул и очень спокойно ответил. Ты, моя дорогая, можешь жить в мире фантазий, если тебе так хочется, но я реалист. Может, я смогла бы терпеть твой бесконечный пессимизм, если бы ты хоть раз внес хоть одно полезное предложение в критической ситуации. Но нет, всякий раз, когда мы оказываемся перед лицом опасности, ты способен только критиковать, а еще пожимать плечами. Но дело в том, что мы все уже испробовали, вставил Енух. Мы не испробовали только одно, вмешалась Оливия, все это время стоявшая в стороне. Вместо того, чтобы объяснять что-либо, Оливия решила продемонстрировать нам свою идею, покинув тротуар. Она вошла в толпу на дороге, обернулась к зданию и во весь голос закричала «Здравствуйте, мисс Королек! Если вы там, пожалуйста, выходите! Нам нужна ваша...» Она не успела закончить, потому что ее сгребла в охапку Бронвин и остаток ее фразы поглотила подмышка крупной подруги. «Ты сошла с ума!» прошипела Бронвин, таща Оливию обратно к Руппе. «Ты нас всех выдашь!» Она поставила Оливию на тротуар и уже хотела отчитать ее по полной, как вдруг по лицу малышки хлынули слезы. «Какое это имеет значение?» всхлипула она. «Если мы не можем найти мисс Королек и не можем спасти мисс Апсан, то даже если на нас прямо сейчас набросится целая армия тварей, это уже не важно». Из толпы вышла какая-то женщина. Она была немолода и возраст сгорбил ее спину. Капюшон накидки скрывал ее лицо. «С пытаясь избавиться от нежеланной собеседницы». «Нет, не в порядке», заявила Оливия. «Все очень плохо. Мы просто хотели мирно и спокойно жить на своем острове. Но потом пришли плохие люди. Они ранили нашу директрису. Мы просто хотим ей помочь, но мы даже этого не можем сделать». Оливия опустила голову и начала жалобно всхлипывать. «Ну что ж», ответила «Правильно, придя ко мне». Оливия подняла глаза и шмыгнула носом. «Почему это?» И тут женщина испарилась. Вот так просто взяла и испарилась. Она исчезла из своей одежды. Ее накидка, внезапно опустив, улеглась на мостовую. От изумления мы потеряли дар речи. Мы не могли проронить ни слова, пока из складок плаща не выпорхнула маленькая птичка. Я замер на месте, не зная, что мне делать. Следует ли попытаться ее поймать? «Кто нибудь знает, что это за птица?» спросил Гурацей. «Я полагаю, что это королек», ответил Милард. Птица захлопала крыльями и улетела, исчезнув за углом здания. «За ней!» крикнула Эмма, и мы все бросились в догонку за птицей, поскальзываясь на льду и с трудом держась на ногах. За углом мы оказались в забитом снегом переулке, который отделял обледенявшее здание от того, что стояло напротив. Птицы нигде не было. «О, черт!» вырвалась Эмма. «Куда она подевалась?» Вот из-под земли у нас под ногами раздались странные звуки, металлический ляск, голоса и шум, похожий на слив воды. Мы разгребли снег и обнаружили в кирпичной стене двойную деревянную дверь, напоминающую вход в погреб. Дверь была не заперта, и мы поспешили ее отворить. Внутри находилась лестница, ступени которой были покрыты стремительно таящим льдом и вели куда-то вниз в кромешную тьму. Талая вода с громким журчанием стекала в невидимую канаву. Эмма присела на корточки и крикнула в темноту «Эй, тут есть кто-нибудь?» «Если вы идете...» отозвался издалека чей-то голос. «Спускайтесь быстрее!» Эмма удивленно выпрямилась, а потом крикнула «Кто вы?» Несколько секунд мы напряженно прислушивались, но ответа не последовало. «Чего мы ждем?» воскликнула Оливия. «Это мисс Королек!» «Мы этого не знаем», возразил Миллард. «Мы не знаем, что здесь произошло вообще». «Вот я сейчас и узнаю», заявила Оливия, и прежде чем кто-нибудь успел ее остановить, подскочила к двери подвала и прыгнула вниз, плавно опустившись в темноту. «Я все еще жива», подразнила она нас снизу. Нам стало стыдно, и мы поспешили последовать за ней. Спустившись по лестнице, мы обнаружили проход, протаявший в толще льда. Ледяная вода капала с потолка и ручьями стекала со стен, да и темнота оказалась не такой же абсолютной, далеко впереди, где-то за поворотом мерцал рассеянный свет. Мы услышали чьи-то шаги, они медленно приближались. По стене скользнула тень, и из-за поворота показалась фигура, темный силуэт которой четко выделялся на светлом фоне. «Здравствуйте, дети!» произнесла фигура. «Я Баленсияго Королек, и я очень рада видеть вас здесь». Продолжение следует...